Приветствую! Приветствую, дорогие друзья! У нас сегодня разговор пойдет о спорте, который имеет особое значение, потому что представители его имеют возможность бывать в разных странах, на разных континентах. И вообще это романтики большой дороги, потому что они все время на колесах. Этот вид очень популярный, если посмотреть спортивные каналы, то алюмина доля выпусков посвящена тур, это велогонки по всем странам. И представители нашего города, нашей области, нашей страны непременно участники. А у нас постоянно герой наших программ, Евгений Любович Штермер, заслуживает тренеру Украины, великий энтузиаст велоспорта. Вам сначала такой вопрос, Евгений Евгений Любович. Почему в нашем городе такой бум связан уже с велоспортом? Выйдите на улицу, через каждые две минуты можно увидеть велосипедиста. И собаки это так хорошо чувствуют почему-то? Ну, первое, это, скорее всего, что стоимость бензина. А что решает транспортные проблемы, да? Вся Европа ездит на велосипедах, и руководство, даже министерство приезжает на работу, с работы, не на Мерседесах, а на велосипедах. Кстати, наши лидеры тоже стали. Это и к нам придет, рано или поздно, экономика движет миром. Вы пришли к велоспорту очень давно и посвястили этому свою жизнь. Ваши ученики постоянно члены сборной, постоянно они принимают участие в международных соревнованиях, принимают участие в Олимпийских играх. Как сейчас идет процесс, потому что ровно через год Рио-де-Жанейро будет принимать очередную Олимпиаду? Ну, у нас сейчас большая группа ребят, которые готовятся, попадут и попадут делом. Потому что сейчас, вот с мая месяца, начался отбор участия в Олимпийских играх и по треку, и по шоссе. Конкуренция большая? Ну, все страны хотят представить эти свои медиа. Значит, очки разыгрываются на всех международных соревнованиях, на чемпионатах Европы, мира. Вот в Баку были проведены первые европейские игры. Вот там участвовали наши два спортсмена. Хотя планировалось три, но перед самым отъездом Шарга Лена там получила травму на тренировке, ее заменили запасной. А Андрей Гривко работал серебряной медалью групповой гонкой, был четвертым в индивидуальной гонке. И Виталий Буз был четырнадцатым в групповой гонке. Вот это мы сейчас вспомнили о Гривко. Тут такая ситуация. Хотел бы вас спросить о веломашинах, потому что в свое время была очень тяжелая машина. Сейчас они весят там всего шесть килограмм. Это, я не знаю, баскетбольный мяч. Значит, очень дорогие машины, и Гривко пошел на встречу и сделал такой вклад. Расскажите об этом. Ну, по итогам 2014 года, он был лучший спортсмен года среди велосипедистов. Его там пригласили в руководство Федерации Украинской. И он там, президент у него купил велосипед за 145 тысяч. Себе, что ли? Да. Себе купил? Нет, ну, а эти деньги Андрей отнес в госпиталь, в военный госпиталь, вычитывая из положения, что сегодня все-таки у нас немирное время, у нас идет война, вот, и какой-то вклад. В общем, по третий с премьем. Елёвич, как идет развитие велоспорта? Потому что многие годы у нас было как бы несколько центров, Первый Майск, Николаев, собирали очень много талантливых детей. Как шел этот процесс? Потому что вы все время были на виду, все время в сборной, все время на колесах. Вас выхватить сюда было просто невозможно, поэтому один раз в год только мы встречаемся так вот. Ну, и сейчас тоже, несмотря на экономическое состояние, и в области, все равно у нас инфраструктура сохраняется. Детская спортивная школа в Первом Майске работает, ее выпускники идут у нас в училище, с училища, значит, идут в школу высшего спортивного мастерства, вот, так что есть детская спортивная школа в городе Горская, в дюшер города Николаева, значит, это при горспорткомитете. А почему Первом Майске поставили, там такие кадры все время, которые выходят на уровень международный? Ну, там большой, ну как, районный центр, много детей, и одна школа на весь Первом Майске, и так традиционно еще, стекаются кадры, да? Когда жил Тофан Виктор Васильевич, заслуженный тренер, когда на которых, к сожалению, уже нету живых, создались традиции, там традиционно любят велоспорт и идут на него. Сейчас молодые, там тренера работают, и традиция существует, да. Четко отработана была система подготовки велосипедистов, был специальный клуб даже, поэтому, вот как, вот есть какой-то такой олимпийский центр, где можно вот вам постоянно работать, вывозить ребят, собирать со всей страны талантливых ребят? Ну, сегодня у нас все талантливые и способные спортсмены сосредоточены в Центре лимфийской подготовки по приоритетным видам спорта, область споркомитета, видилка областной совета. Да. И, учитывая финансовое, это самое, нам, в принципе, к нам просятся люди из других областей, но мы же не в состоянии всех взять. А почему такая притягательная Николаевская область для них? Или это вы так их завлекаете? Ну, мы, по итогам 2014 года, Николай выиграл первое место среди всех регионов. То есть, у нас человек 20, где-то, чемпионов и призеров Украины 2014 года. У нас хорошие традиции, люди растут у нас, и поэтому тренера на наборах, на местах, где нет возможности продлить спортивную жизнь спортсмену, дальше дают их. Но, к сожалению, вот у нас Донецк и Киев, у них организованы профессиональные команды, которые сегодня содержат спортсменов, платят им зарплату, и, конечно, лучше и у нас уходят от нас. Телефон отдайте, потому что он нам мешает. Дело в том, что вот мы сейчас потеряли очень важный регион для подготовки велосипедиста, потому что именно в Крыму постоянно проходили сборы, тренировки, соревнования крупные. Вот потеряв Крым, как вы сейчас готовитесь, потому что потерялись? В общем, мы ощутили в этом году уже, что у нас нет достаточно силовой подготовки, которую мы обычно проводили в Крыму январь и февраль, и залаживали на сезон хорошую базу. Ну, компенсировать ее. Есть Карпаты, Закарпаття. Сборная Украины выезжала, и где-то Мукачево, Ожгородь, и там. Там не такой регион, чтобы готовить сильные команды? Нет, ну ничего, там неплохие. Единственное, что качество дорог там не очень. Все-таки в Крыму дороги были более-менее. Ну, это правительственная трасса была, Симферополь, Севастополь, на которые нам разрешали тренироваться. Игорь Милович, вот Ваш вид спорта имеет очень большую особенность и отличие от многих других видов. Вот есть технические виды, где человек должен себя проявить секунду, минуту. Сделал прыжок в воду, или высоту в легкой атлетике, или в стрельбе. Ну, в общем, там надо проявить это за несколько секунд. В велоспорте такие бешеные нагрузки, многодневные гонки, более 100-200 километров в день. Какая идет подготовка человека физическая, психологическая, для того, чтобы он выдержал это? Потому что мы видим, сколько усилий надо. Что это за люди особые? Ну, это люди, которые ежедневно тренируются. У нас спортсмен уровня сборной Украины проезжает 35-38 тысяч километров в год на велосипеде. То есть за счет этих объемных тренировок вырабатывается специальная выносливость, которая позволяет чемпионат мира 257 километров. Вот чемпионат Украины, который прошел в Белой Церкви, элитам мужчины ехали 235 километров. Температура воздуха, вы сами видите, какая. Да какие-то всепогодные, дождь, все равно ураган, ветер, туман. Да, это на выносливость, любить это надо делать. Вот и все. Игорь Ильич, вот когда мы видим эти гонки, это вертолетные съемки, с мотоцикла снимают, с машины, видим уникальные города, села, я не знаю, исторические. Они успевают, спортсмены, это видеть? Или борьба такая же стука идет, что не до красоты? Ну, спортсмены, как правило, ничего не видят. Вот так, одни колеса и дороги, да? Даже тех людей, которые стоят вдоль дороги, и их там, которые поздравляют, это самый спортсмен, сосредоточен на внимании, потому что это велосипедный спорт. Вы сами видели, сейчас, недавно прошел Тур-де-Франс, какие там были... По 70-60 человек падало в одном завале. А потом по неделе-две не могут пойти в себя и, в общем-то, сходили с гонок. Ну, это такой травматический, ну, в принципе, привыкший. А кто приходит в велоспорт? Потому что здесь же какой-то нужен отбор. Если человек любит баскетбол, нужен рост, какие-то данные. Каждый вид спорта имеет какие-то особенности, принципиально физические. Кто приходит в велоспорт? Ну, в спорте, в принципе, таких каких-то особенностей... У нас есть и рослые, там, под метр девяносто, есть и метр семьдесят, и метр шестьдесят пять спортсмены. Это насчет роста. Главное, чтобы человек был выносливый и имел спортивный характер. Вот вы связаны с велоспортом уже не один десяток лет. Вот самая такая гордость ваша, о которой вы сейчас можете говорить, вот мои ученики сделали то-то. Кто это из ваших учеников смог принести гордость к городу Николаеву области нашей стране? Ну, у меня много таких учеников. Ну, если начать еще с начала моей трудовой деятельности, у нас было три чемпиона спартакеады универсиады. Это в 86-м году в Москве был универсиад. Это такой, как Николай Косяков, Владимир Михаил Суралев и Володимир Александров. Ну, это на слуху. Мы сейчас можем даже показать не видео, а даже вот фотографии с учениками. Илья Николаевич, значит, как вы их найдете, этих ребят? Или какая система была? Вот это у нас чемпионы в парной гонке, женщины. Вот это справа Бочкарева и Льдеса. Она участвовала в Олимпийских играх 2012 года. В Лондоне, да? Да, и заняла шестое место в командной гонке. А слева это Лена Павлухина, тоже чемпионка страны. Продолжает заниматься в итальянском клубе сейчас. Дело в том, что вы сейчас уже готовы к изданию книга, и вот там несколько интервью связано с велоспортом. Вот у вас федерация есть по велоспорту. Александр Иванович, Нагирин вас говорит, да? Да, Александр Иванович Нагирин. И постоянно в нашем городе проходит очень интересное соревнование среди детей, день города. Ну, в общем, вы как-то привязываете к каким-то событиям. И настолько город превращается в велостадион. Вот насчет этих традиций, потому что они сохраняются уже много лет. Ну, у нас, значит, уже традиционно, где-то лет 20 мы проводим весеннюю гонку. Она в календаре нашей Федерации Украинской и Николаевской области. И сегодня она имеет статус чемпионата Украины. Украины, весенний чемпионат Украины, первый тур. Поэтому в этом году и элита была, и женщины, и юноши, и юниоры, и все возрастные группы. Более 300 человек было участвовало. Это в конце марта было. Дело в том, что с участием велосипедистов проходит очень интересное шоу. Раньше было довольно часто, сейчас как-то это ушло в прошлое, с выбыванием гонки, когда на стадионе сидят тысячи зрителей в перерыве или до начала игры могут увидеть, ну, это просто потрясающе, когда вылетает последний, и мы видим, кто самый лучший на стадионе. Что-то так немножко ушла традиция, да? Ну, там судостроитель когда был, там же были тренера, и на заводе был велоспорт. А сейчас на заводе велоспорта нет. Поэтому нас никто не приглашает. Мы бы поучаствовали там даже просто, чтобы зрители видели. Поэтому такая традиция, это немножко ушла в небытие. Игорь Владимирович, кто у вас правая и левая рука? Потому что я знаю, что Виктор Иванович Калинчук многие годы тоже посвятил велоспорту, и он, по-моему, очень вам помогает, работая в училище, да, в высшем. Ну, в училище сейчас работает Калинчук Виктор Иванович, сейчас вернулся с Донецка Татаренко Виктор Васильевич, работает тоже в училище. Он давненько не был, да? Это одни из лучших тренировок Украины. Он лет 10 назад ушел в Харьков, да? Он в 89-м году уехал в Донецк. В Донецк, да. По семейным обстоятельствам. Это была вела держава Донецк. А со мной вместе работает Валерий Васильевич Хабока, работает Михаил Иванович Раздобудько. Ну, коллектив нормальный, работаем. Друг друга понимаем. Дело в том, что у вас особые достижения в треке. Но у нас трека никогда в городе не было. Вот как идет подготовка тревяков? Потому что в основном они проходят, имеют возможность участвовать, когда основные велосипедисты не выступают. Это зимой. Трек, закрытые помещения, под крышей. Ну, учитывая, что финансовые затруднения, значит, мало стартов. За границей мы уже не выезжаем, потому что не на чем выезжать. С транспортом у нас проблемы. То есть, мы сегодня начали культивировать трек. Ну, не только сегодня, уже лет 10. У нас есть успехи в треке. Это вот Бочкарева на треке была на Олимпиаде. Заняла команда гонки шестое место. А сегодня, вот только дня три назад приехала сборная команда с Афин, чемпионат Европы на треке был. Вот. И наша девочка Бондарь Виктория участвовала там, Николаевская. В том году тоже участвовали наши. То есть, традиционно, в молодежной сборной Украины есть николаевские спортсмены. Интересно, какой интерес у участников вот этих виллогонок, которые имеют европейское значение, международное, потому что там почти 200 человек в этой стае, в пелетоне. Ведь победить один-два может, очки зачетные идут. Ну, как идет эта борьба команд для того, чтобы быть все-таки в лидерах? Потому что, ну, это же целая проблема, ну, огромная стая. Вырваться туда невозможно. Ну, сейчас одна турбе Франции, за то, что было много падений, начали ограничивать. На следующий год уже не 22 будут команды участвовать, а 20. И команда будет не из 9 человек, а из 7. То есть сокращать. Оптимально это у мужчин, это где-то 140-150 спортсменов. Это да, более-менее. Ну, и самое главное, что самая техническая способность техника владения велосипеда, когда допускается к таким соревнованиям команды низших дивизионов, невысокого уровня, вот отсюда и получаются эти падения. В основном все неприятности устраивались из тех команд, участники которых, ну, так, полулюбители. А там не есть эта тактическая хитрость? Потому что команда держит специально людей, которые выводят лидеров вперед. И, в общем-то, тактическая борьба у вас очень важна. Казалось бы, ноги в руки и в руки. Это не индивидуальный вид спорта, это там без команды ты ничего не делаешь. За каждым же не будешь гнаться. Поэтому, если ты стремишься выиграть гонку, готов ее выиграть, и команда тебе помогает. То есть, если уезжают твои соперники, значит, гонщики из твоей команды стараются их догнать, нейтрализовать. А если ты будешь за 7-11, то ты сам не доедешь. Вот сегодня у нас Грифко работал на Нибели. В том году они выиграли Тур-де-Франс. Винчентье Нибели – это лидер команды Астаны. Грифко ему помогал. В этом году он занял четвертое место. Ну, как говорится, не всегда удал. Да, он был не очень готов в начале гонка, под конец выкатался уже, но уже было то, что упущено. Было на первых этапах. Но Грифко был отмечен, как хороший Гриф. Вообще, какая-то интересная тенденция в международном спорте. В футболе сейчас не поймешь, кто за кого играет, покупает игроков. По-моему, то же самое происходит и в профессиональном велоспорте. Потому что Астана – это, казалось бы, Казахстан, а там ни одного казаха и русского. Ни в казахской команде. Нормально. Это русские команды. Вот это Тинькофф-Саксон – это русская команда, русский менеджер там. И Катюша – тоже русский. Значит, Катюша из девяти человек стартовал один русский, и он на втором этапе упал и сошел. Вся команда была, то есть ни одного русского. Вообще, спонсор, говорится, советский, закончил гонку один эстонец и наш украинец за ревку. А почему в мире такой повышенный интерес к велоспорту? Ну, любят на Западе велоспорт. Там целая индустрия велосипедная. Хотя, я думаю, что мы все, это все-таки здоровье нации. На Запад приедешь, или во Францию, или в Италию, да в любую страну, даже тоже в Чесловакии. Масса людей ездит в Италию. Утром, вечером, на работу, с работой. Так у нас возникла проблема в городе Николаеве. Для того, чтобы велосипедисту проехать, надо учитывать возможности транспортные, потому что там надо им специальные дорожки уже делать, да? Есть такие. У нас еще вряд ли. В Киеве там стараются уже какие-то велодорожки делать. Но на них же эти то ларьки поставят, то еще что-нибудь. Ну, там идет битва хорошая. Кличко там начал, вместо ринга устроил хорошую битву с этими ларьками. А что вы делаете для того, чтобы наши ребята были на высшем уровне? Как складывается ваш год? Потому что вы дома почти не бываете. Ребята все время на колесах. Надо технику поправлять. Кто вам помогает и что? В этом году у нас, так сказать, не очень такой успешный год. Потому что в Белой Церкви в апреле месяце у нас было падение, почти вся наша женская команда. Потом у нас в женской команде идет смена поколений. Вы сказали падение. Они пали или это спад был? Нет, это просто упали, травмировались. А, все-таки физическое, да? У нас Решин Сережина на туре Турции тоже получил серьезную травму. Сейчас только вот восстановился, будет участвовать в соревнованиях. Ну, такая полоса невезения. Ну, и самое такое, вот мы все время где-то пятое, шестое, где-то нам чуть-чуть не хватает. Ну, десятки. Да, но у нас устаревший вентарь, понимаете? Все, вчера была сессия. Вот, и Вадим Иванович сказал, что ну, они помогут нам, выделили нам деньги на приобретение спорта. Ну, не только для велоспорта, для всех видов спорта. Поэтому, со стороны администрации областной, мы чувствуем серьезную поддержку. там и городской полкома идет на встречу, в моем и спортсменам, стипендии тоже дают, и областная федерация, и мастер спорта по кикбоксингу, Вадим Мериков. Как относится к велу? Ну, я же говорю, вот вчера Вадим Иванович, значит, на сессии, как раз меня поздравляли с успешным выступлением Гривко на первых европейских играх вручили мне подяков. Так у нас вот с вами актуальная встреча, да? Это самое. И он пообещал, что, и сегодня Александр Иванович, я спрашивал, да, нам выделили 2 миллиона гривен на приобретение спортивентаря для кандидатов в олимпийскую команду. Потому что, чтобы отобраться, участвовать в олимпийской команде, надо инвентарь. По идее, по закону, должен министерство дать этот инвентарь. Но министерство ничего не дает, а отбирается каждый на своем, что он на что имеет. Так у вас сегодня велосипед современный весит где-то около 7 килограмм, и он по электронике. Там нету рычажков, переключателей, на кнопках он. Это удовольствие стоит 10-11 тысяч евро. Это как машина, да? Это две хорошие машины. И как они себя чувствуют в этой содружестве с техникой электронной? Ну, если есть хорошие витальны, лучше всегда осваивается он лучше, это же для человека, для спортсмена. Он не отвлекается, переключается вовремя. Все это на высшем уровне. А как из новичка подготовить профессионала? Потому что в селе велосипед это не роскошь, это средство передвижения, это возможность вообще перемещаться и решать свои проблемы. Там, правда, одна скорость, но вот как делать из любителя настоящего профессионала, который вышел бы на высший уровень европейский и достойный? Мы занимаемся набором, у нас приходят дети растут. Ребята это где-то на четвертом, пятом году уже могут выполнить мотив мастера спорта. Это тренировки не менее четырех тренировок в неделю. Если ты уже стал мастером спорта, кандидат в сборную, это уже семь тренировок и еще даже по две тренировки в день. Вот у нас сейчас мы готовимся к чемпионату, на треке у нас утром 7.30 зарядка, в 10 у нас шоссе. Шоссе это 130-140 километров и зарядка где-то около часа. Так вы дома почти не бываете? У меня дети уже выросли, так что можно и поездить. Можно и поездить. В общем, вы не были только в Африке, в Южной Америке, а так Европу все объездили. В Европе мы во всех странах участвовали, смотрели. Что вас сейчас удивляет, как специалист, как профи, как заслуженный тренер Украины в этом виде? Потому что что он дает вам и что дает ребятам, которые занимаются этим? Это работа в первую очередь. И тщеславие, это все-таки ты на людях находишься, ты защищаешь и достоинство свое, и своей родины, и своей территории приносишь, как говорится, спортивные успехи твои, восхваляй твою родную Николаевщину. Ну, так это. Вот вы сейчас пережили очень многие времена, был спад, подъем, снова подъем. Вот сейчас какой момент? Потому что впереди Олимпийские игры, впереди у нас очень непростая проблема решения с Востоком. Вот как на этом фоне ваш вид будет выглядеть, потому что он много затратился, и, в общем-то, требует... что у нас создана хорошая инфраструктура, то есть я имею в виду и детская школа, и школа высшего спортивного средства, и у нас хорошая база. То есть мы не зациклимся на двух-трех спортсменов, которые после них уже ничего. У нас хорошая пирамида, большая группа молодых, у нас где-то человек 25, спортсменов средний возраст, 22-23 год, уже сборная Украины на сегодняшний день. Ну, трековы, шоссейные. Ну, я думаю, что, учитывая, что все-таки какие-то результаты у нас есть, мы одни из лучших на Украине, поэтому и городской комитет, и областное управление во главе Садовского, Александр Витальевича, и Раздобудька Николаевна, они не помогают, идут на встречу. Вам тут повезло. Без их помощи вряд ли. Начальник обоснового управления, мастер спорта по велоспорту. Николай Раздобудька, начальник горспорткомитета, мастер спорта по велоспорту. Это уже пахнет коррупцией. Нагирный, федерацию возглавляет, мастер спорта. Что-то вас окружает, такие люди, которые достойно могут помочь вам, Ну, это мои воспитанники, сегодня они, как говорится, руководят спортом в городе, в области, и, естественно, помогают мне в меру своих возможностей. Вот вы уже прошли такой юбилей 70-летний, уже очень много сделано. Вот у нас осталось немножко времени в Иссире. Вот как вы думаете, предстоящий год предолимпийский и дальнейшая судьба Николаевского велоспорта? Ну, мы планируем не меньше, чем два участника на Олимпийских играх. Вот это в худшем варианте. А так у нас кандидатов очень уверенно стоят Буц и Грифко, это мужчины, и женщины у нас Елена Шарга, тоже, так можно сказать, что если бы она вот это не травмировалась, я думаю, тоже там медаль могла быть на этих европейских играх. Обычно тренеры не очень довольны, бывает, что-то все думают о будущем. Чем вы довольны? Ну, довольны, полностью никогда не бываешь в казино. А проблемы у нас единственные у нас с транспортом. Транспорт и инвентарь. Сегодня в техническом веке. для вас топливо дорогое очень, а надо быть рядом все время с целью. Дело в том, что у нас транспорт старенький, более 10 лет, и все это ломается, и все это все время требует восстановления, ремонта, а средств на это восстановление нет. Я напоминаю наш собеседник, заслуженный тренер Украины Евгений Войч Штермер, великий поклонник велоспорта, благодаря ему наши впереди Европы всей, потому что есть застижения, есть перспективы, а самое главное, есть хороший энтузиаст, который любит свое дело и помогает детям расти. Поэтому до новых встреч, удачи вам на дорогах мира. Все хорошо. Редактор субтитров А.Семкин